Всем привет! В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами одной идеей, которая мне очень помогла и которая, я уверена, сможет помочь вам. Давайте приступим! Первое, что хочу сказать, это то, что я ни в коем случае не эксперт по отношениям. Это просто то, что мне очень помогло укрепить мои отношения с близкими и с друзьями. И еще маленькие уточнения, это видео не о женском предназначении, не о том, как правильно жить и не о навязывании каких-либо идей. В любом случае, каждый из нас всегда решает, как себя вести и как строить свои отношения. Ну что же это за идеи? Основаны они на книге Гарри Чапмана. Он семейный психолог и книга называется «Пять языков любви». Книгу можно легко найти в интернете, на русском прочитать, если вам интересно. Там действительно куча более такой глубокой информации, но я вам расскажу как бы кратенько. Итак, представьте, у нас в мире существует огромное количество разных языков. Допустим, мы с вами говорим на русском языке, но если вы встретите человека, который говорит только, допустим, на китайском, и вы говорите только на русском, то ваша коммуникация не будет очень-очень продуктивной, скорее всего, вы друг друга не поймете. С языками любви такая же проблема. Два человека могут быть в отношениях, и каждый из них может быть уверен, что он любит другого человека, но при этом не чувствует этой любви с другой стороны, потому что они будут говорить на разных языках любви. Ну и что же это за языки? Первое это слова поддержки, время, уделяемое родным и близким, получение подарков, помощь и прикосновение. И каждый из нас использует один основной язык, с помощью которого мы выражаем нашу любовь, и с помощью которого мы хотели бы слышать и получать любовь. Итак, слова поддержки. Что это значит? Это значит комплименты, слова благодарности, слова поощрения и просто добрые слова, добрая интонация. Если для человека его основной язык любви это слова поощрения, для него будет очень-очень важно слышать, как вы его любите, как вы его цените, как вы верите в него. Для него это будет самым лучшим проявлением любви. Для него или для нее? Второе это время, уделяемое родным и близким. Время и внимание, которое ни на что не отвлекается. Это не когда вы вместе смотрите телевизор, а когда ваше внимание полностью уделяется вашему партнеру или вашему близкому человеку. Здесь важны разговоры. И тут даже важно не то, что вы говорите, а то, как вы слушаете другого человека. Если у вашего близкого человека, вашего партнера основной язык любви это время, проведенное вместе, то можно спросить у него, что бы он хотел вместе сделать, чем бы заняться, может быть сходить куда-то. Третий язык любви это получение подарков. И пусть это не кажется вам чем-то таким материалистским, тут важно то, что партнер потратил время, потратил свои эмоции, то есть продумал, что бы вам хотелось бы получить в качестве подарка. Тут важна не цена этого подарка, а важно, что ему уделилось время. Четвертый язык любви это помощь. Это какие-то мелкие дела, начиная от того, чтобы помыть посуду и заканчивать тем, что сходить в магазин за покупками. В общем, все, что вам кажется вашему партнеру, было бы приятно, если бы это сделали вы. Ну и пятый язык любви это прикосновения. Прикосновения важны для каждого из нас, но для человека, для которого основной язык любви это прикосновения, они важны больше-больше всего. Это не обязательно поцелуи и объятия, но и также похлопывание по плечу, поощряющее, или просто положить руку на руку другого человека, если вы хотите таким образом проявить свою любовь к нему. Это очень кратко о языках любви. Если вы хотите почитать побольше о них, то есть книга. Также я скину коротенькую статью на русском языке о пяти языках любви. Теперь важно понять, какой же ваш основной язык любви и основной язык любви ваших близких. Здесь можно очень-очень просто обратить внимание на то, что вы хотели бы, чтобы делали по отношению к вам, или то, чего вам не хватает, возможно, в ваших отношениях, или то, как вы проявляете свою любовь по отношению к родным. Это все будут подсказки для того, чтобы понять, какой ваш основной язык любви. И то же самое для вашего партнера. Обратите внимание, что ему нравится, когда вы делаете, или что он делает для вас. Стоит помнить, что любовь — это выбор, это работа. Когда вы решаете, что вы хотите быть с человеком, или что вы хотите, чтобы у вас были хорошие отношения, вы иногда идете на какие-то уступки. Если, допустим, ваш язык любви — это слова поощрения, но, допустим, для вашего партнера это время, проведенное вместе, то вам нужно будет держать в голове этот момент и делать то, что, может быть, неинтуитивно приходит к вам, но будет важно и приятно для вашего партнера именно так, он или она поймет, что вы любите его или ее. Хочу обратить особое внимание, что языки любви — это не только для романтических отношений, это касается ваших родителей, ваших братьев, сестер, ваших друзей. Они тоже выражают свою любовь к вам и тоже хотят получить эту любовь обратно. И, возможно, по крайней мере, у меня было так, у меня в семье скорее выражается любовь обычно какой-то помощью. И я, когда не понимала и не знала о пяти языках любви, мне казалось как-то странно, что мы не выражаем слова любви или прикосновения как-то у нас не очень приняты. Но вот когда я узнала об этих пяти языках любви, все как-то построилось в одну картинку, стало мне понятно, и я стала понимать, что действительно эта любовь есть, просто она выражается по-другому. Напоследок хочу спросить вас, какой, как вам кажется, ваш основной язык любви? Для меня это время, проведенное вместе, я действительно очень-очень ценю это, и это то, чего мне может не хватать потенциального отношения. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Но у меня на сегодня все, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забудьте подписаться. И до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok